Крыши, подъезды, балконы и входные двери, как ни грустно, те самые места, куда проникают злоумышленники. И когда ни добродушный Карлсон, ни соседи, ни даже любимый кот не смогли предотвратить беду, нехотя задумываешься. А вот если бы в квартире была сигнализация, вор получил бы по заслугам. Охранные приборы установили бы в квартире, и собственники, скажем, могли бы оставить свое жилище и уехать по своим делам в отпуск, либо там в дачу. Можно, конечно, оставить квартиру под присмотром родственников или друзей, но куда надежнее воспользоваться специализированными изобретениями. Давайте разбираться. В основном на квартирах ставятся извещатели объемного обнаружения. Значит, есть извещатели проводного типа, это вот такие вот так вот они выглядят, извещатели эти. Есть извещатели беспроводные, которые работают по радиоканалу. Такие приборы реагируют на движение теплого тела. Даже простое колыхание штор может вызвать тревогу. Вывод – закрывайте окна. И отучайте любимого кота лазить по столу. На крупное животное датчик тоже может среагировать. Животные должны быть определенного веса. То есть, ну, грубо говоря, не более 5 килограмм, не более 10 килограмм. И опять же, эти животные, они не должны, так скажем, ходить по столу, ходить по каким-то там возвышенным креслу, дивану, по окнам. А это извещатель, который реагирует на открытие дверей. У хозяина квартиры есть примерно 30 секунд, чтобы ввести индивидуальный код и отключить сигнализацию. Разрывается контакт, дверь открывается, и извещатель выдает сигнал тревога. Установить проводную систему сигнализации на входную дверь стоит почти 10 тысяч рублей. Установка антиворовского набора – это один цифровой извещатель, датчик и источник резервного питания можно за 12 тысяч рублей. Беспроводные радиоприборы обойдутся в среднем на 3 тысячи дороже. А вот житель Академгородка Антон Цыганов серьезно задумался о защите своего дома снаружи. Вчера его управляющая компания разослала всем жильцам схему установки дворового видеонаблюдения. Здесь есть несколько вариантов. В одном варианте больше камер, в другом меньше, они соответственно дороже или дешевле. Но я посчитал, в самом дорогом варианте получается, если поделить на количество квартир, то примерно 2000 с квартиры. Плюс ежемесячная плата за содержание камер – 35 рублей. Компания-подрядчик предлагает установить камеры внутри двора, снаружи дома и на первом этаже подъездов. Молодого человека все эти затраты устраивают. В этом дворе уже случались непредвиденные происшествия. У меня был случай, когда у меня машину поцарапали на парковке, и я никому ничего не смог доказать. В этом Красноярском дворе по улице Мужества видеонаблюдение уже установлено и уже принесло пользу жильцам. В этом подъезде у нас установлена круговая видеокамера, которая осматривает от входной двери и до последнего люфта. Камера нам уже помогла в одном деле и определили вандалов. И это не единственный плюс. Есть возможность подключения к интернету, к домашнему, к своему. В любой точке, где вы находитесь, вы можете просмотреть свой двор, свою территорию. Самое сложное в вопросе установки камер, говорят в управляющей компании, собрать или хотя бы заочно опросить всех жильцов. Большинство квартир в новостройках сдаются в аренду, и реальных владельцев найти практически невозможно. Много желающих, так есть людей, которые, жителей, собственников, которые приходят и говорят, что мы готовы там платить и ставить, и поставьте нам, пожалуйста, видеонаблюдение. Как у любого русского человека, после трагедии прибегают, дайте, пожалуйста, покажите, где там у вас, может, где-то частное есть, там еще что-то такое, посмотреть, как бы кто-то там что-то случилось. Но это всегда случается после того, как погремит гром у нас. Главное, чтобы установка видеонаблюдения была вам действительно нужна, а уж зоркий глаз будет исправно приглядывать за вами и вашим имуществом.